Деяния святых апостолов Глава двадцать четвертая Через пять дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым ритором Тертулом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертул начал обвинять его, говоря «Всегда и везде, со всякой благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению благоустроением сего народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко, со свойственным тебе снисхождением. Найдя сего человека язвою общество, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем Назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Но тысяченачальник Лисий, придя, с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его». И иудеи подтвердили, сказав, что это так. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал, «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более двенадцати дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение. Присем нашли меня очистившегося в храме не с народом и не с шумом. Это были некоторые осийские иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обвинять меня, если что имеют против меня. Или пусть сии самые скажут, какую нашли они во мне неправду, «Когда я стоял перед Синедрионом, разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами». Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав, «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении». А Павло приказал сотни кусти речь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Через несколько дней Феликс, придя с друзилою, женою своею, иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Притом же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его, посему часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии двух лет на место Феликса поступил порций фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова